так ребят мы на месте вон прибежал устал так ладно смотрите что творится на улице 23 мая это погода непонятно вода падает или поднимается уровень пока так причалить поставлю причалку а кабелина сейчас маленький нам я скажу сперва до избы молодец грязные там вкуснее вода не будешь речки пить давай давай ладно ребята видео каких условиях я сейчас нахожусь еду плюгу доехали наконец-то и сейчас уже наверно включусь на избе вон какая пила у меня такая грязнуля тоже сколько пилили сегодня рубили топором и пилой пилили но доехали доехали благополучно будем считать там ведро там у меня еще в экшн-камера там все для съемки вот такой герметичной ведре сейчас на на печку возьму печку и топор топор на всякий пожарный там не знаю зверье какое то есть нету я я ружье не взял ничего не взял без ружья потому что сейчас найдя но не принято как-то это считай уже лето а ты с ружьем для ради безопасности конечно надо бы но я без ружья приехал там немножко открывается более-менее безоблачно становится хоть бы перестал уже этот снег с дождем вот ребята изба на месте самое главное а остальная ерунда ерунда что у меня тут бардак ерунда что такая погода изба на месте сейчас будем обживаться целый здорово карка леди узнишотчины вот прорытая прошлогодняя у меня канавка такая вода честно на решение основная вода ушла труба стоит мощный ветер щеверный ветер холодный ветер вот этот быстрый вот быстрый такой челом зарагарка опять мы на избе чередной поход лак это это мун пэт тулан лак где таятая то мыши или что зубок они ухти мышки надо дает но видно что никого здесь после меня не было лак выгоня отсюда этими мышами с улицы на улице чувствует блин там наверно мыши или горностай меня не знаю учуял так так на чем я остановился во всем на издание кого не было видно никто не ночевал не приезжал не приходил так что все нормально как оставляли все то же самое сейчас я все вещи перетаскаю сперва костер на она сделаю как сказать медведи запах дюма сделать ну и погодка как безопасно сейчас снег дождь или сразу мангал туда отнесу на она подальше от избы ты тогда давненько уже не были метод февраль февраль конце февраля нам я здесь был охота еще открыто было похоже на почерк медведя на почерк медведя похоже на не удивлюсь если я где-то рядом увижу это у него собаки очень уже похоже на медведя так ну да ладно похоже и похоже сейчас костер замутим чайник поставим на сами вещи перетаская на длин пальца дубели щенок и не чувствую хорошо что дрова есть поздрава заготовили тем как уехать приехал у тебя дрова заготовили так за печку обезьян обезьян и кипячки сырые у меня куртка сейчас согреемся согреемся первый день всегда тяжело ребят кто в лесу ходит промышляет он понимает и дешевым холодно избавиться тебя не встречает все приходится самому и если не забуду надо мне измерить эту печку и такой режим дома я сделаю на этот на резьбе что тяга пошла пошел дымах шел родимый тяга есть подкинул печку 3 или 4 полена вот мой рюкзак сейчас еще одну ходку сделал принес рюкзак этот сумку и печку знаете нам здесь весело ванан это тулан лает бестолковый лая 5 не вижу ее всех разгонит тут короче там как и показывал зимой озеро небольшое буквально там 15-20 метров от силы нет не переплевает стоит лак 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 не вижу я его за кустами там туда-сюда бегает но сейчас он возле избы никуда не убежит не потеряется пускай лает сколько ему влезет пускай лает беспокоить я его не буду надоест перейдет да и думаю не перейдет он нет вряд ли здесь на озеро ручные очерки прям не отлетают там вот видеокамеру я не брал собой два тирка видно хотя здесь они потомство у них здесь думаю будет ну они уже остались и не могу поймать его объектив а я бы давно уже переплела нет нет не переплевает сейчас я буду отдыхать отдохну чай попью позвоню домой предупредить что я на месте как-никак там и ждут звонка на газет как же постелить кто первый раз у меня он такашкой этих мышей а на столе их нету потому что я обшил лимонадная бутылка посмотрел везде у меня бревна обшиты обшиты лимонадной бутылкой и не могут залезть сюда только если с потолка десантируется сейчас я уже в печке и печка говорю избушкой чуть-чуть чувствуется тепло сейчас буду греться чай попью у меня термошек и пяток и там чайник стоит на на скорую руку его нагрею как сказать ленивые голубцы я привез ленивые голубцы варить потом суп буду все это дело надо сделать но первый день всегда такого даже у меня яйцо есть все есть это голубцы были у меня это каша как всегда собой буду разбираться здесь постелю газетку скатерти никого не было тут весь сырой ребята шапка я не знаю как тряпка получилось ужас сегодня погода поселил газетку как обычно повербанк что вот такую тушенку сегодня взял такая тушенка это тоже светофоре продают на эту тушенку не очень качественно не советую брать запомните банку банка красивая на тушенка не очень ну раз купил я привез будем варить суп газ потому что думал что сухо везде и больше буду я вот нож охотничий вот газ горелка уже не видели пачка выбить пакет вот эти голубцы еще такие голубцы прикупил ни разу не провала голубцы ленивые ребят я обычно голубцы с мясом беру но такие готовые две штуки вот тут банк влезает обычно такие раньше брала сейчас продажи такой фирмы ну не нету и заезжал там на оптовый склад говорю голубцы вот необычные надо давно уже горит не было ну взял 3 банки таких ленивые голубцы на пробу если понравится я другой раз езжу и упаковку возьму надо попробовать если нет так второй раз я не беру ну с собой две банки взял найдет вот эти шоколады и что я хотел сказать по поводу продуктов не помню конфеты вот с чаем буду пить такие шоколады шоколадку а продукты продукты я на буране зовет сюда картошку фук на сегодня суп сварю завтра уже или макарон или гречку тут еще конфеты остались я обычная подушка все ничего такого я не привез самое необходимое у меня есть мы с голода не подохнем тут все есть макароны рис гречка консервы каша красительное масло все есть скоро порчащие продукты я сейчас летом него не надо возить масло обычное оставишь там масло растает или же блин там может там прилететь там муха там на туда нагадит и опары что появится опять снег пошел так что лучше вот у нас как мы раньше делали мы покупали сейчас в пакетах пачках масла а раньше килограммовые всегда так было вот такой ящик такой такой шматок и по килограмму по граммам сколько тебе надо брали и вот у нас не по несколько килограмм брали домой и растапливали это масло масло растапливали в банку топливное масло разливали по банкам по стеклянным банкам по литровые банки и и и это масло мы использовали в походах на сенокос когда ездили вот такие так больше дольше хранится я не знаю почему так растапливаешь банку заливаешь и дольше она знаете вот какой-то вот интересный вкус такой пришел собачка пришла туланчик не знаю где он не должен сухой или нет а я не знаю где обошел или обошел или где-то значит где-то он прорвался прорвал границу озера ну смотри но я его хвалить их пока не буду я вот сам увижу сам увижу тут валежник между прочим и 2 метра от валежника там открыто может через валежник как-то он умудрился он хитрый хитрый между прочим вот я увижу как он перейдет тогда уже буду хвалить хвалить любить ласкать все я они от меня получают ласку и похвалы если заслуживают а если нет так все извините ну что еще так пока она болтать не буду я не знаю что буду по ходу дела там еще пар идет краткоременные снегопад так начинается потом перестанет между прочим 4 градуски плача на улице 4 градуски пла и снег вот такая погода в коме республики данный момент 23 мая что ребятки я открыл кая как эту банку блин новый новая открывашка и смотрите как жует я не знаю как вот такие штучки мы тут видимо на первый взгляд непонятно что тут густой вот россияне это и кушают на эту бурду и до так с ребят попробовал на вкус я даже по и пока не не понял капусту вижу что-то похоже на фарш не знаю что тут прошлый раз я покупал надо капуста большие куски прошлый раз я такую банку брал перец с мясом как написано бич пакетом зарио с яйцами и короче перец сладкий с мясом но там оказалось еще картошка у полная ерунда но это нагреем посмотрим на вкус потом буду кушать скажу на вид непонятно как моркова капуста и фарш не знаю еще какие добавки тут закипел чайник буду заваривать чай сегодня буду заваривать прошлый поход я разовый чай так будем пить свежий горячий чай будем скоро пить не помню сегодня я кажется с утра пил не пил думал с пальцем укусит возьмет то есть пальцы укусит пусть пока покушает хлеб со потом поставлю поставлю потом кашу варить все еще идет снег с дождем до шейник снять аппетит тоже проявился пусть покушает перебор нам его добавил растительное масло так что ребята по ходу такие консерванты взять полуфабрикаты чтобы не варить там парить это я с ночевкой и буду суп варить конечно сегодня если на денек ты пошел тайгу такие голубцы пару банок взял не нормально кушать можно знаете вот голубцы которые вот готовые и сейчас вот это ленивые голубцы принципе все одинаково что там что здесь там как будто мясо потверже а здесь вот похоже на чуть-чуть на паштет такой обед у меня скорый скорый быстрый обед не скорый обед а быстрый обед да нормально очень вкусно немножко косо она стоит у меня такой крутой штаке в ребят все на соплях нормально этого нету я уже обедаю обедаю вот начал с бич пакета бич пакета и там поспевают уже голубцы бич пакета и туда надо взять да нормально на вид вроде ништяковский бич yea это так это так Продолжение следует...